Воспоминания Дмитрия Лихачёва, Стив Джобс Айзексона и один из лучших романов Джека Лондона. Вот неполный перечень книг, рекомендованных к прочтению главой региона Игорем Кошиным. Издание собрано в единый комплект, который получил название «Губернаторская библиотека». Презентация просветительского проекта состоялась в Наринмаре в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова. Книга будет интересна тем людям, которые, возможно, решили заняться бизнесом, но не могут найти поле. Чем заняться? Книги о бизнесе, добром и светлом, о том, как оставаться человеком, несмотря на все сюрпризы жизни. Шесть изданий разных авторов и тематик предлагаются к прочтению в первую очередь молодому поколению Ненецкого округа. Как сказал в приветственном слове от имени главы региона Илья Иванкин, проект «Губернаторская библиотека» призван увеличить расстояние между гаджетом и ребёнком и сблизить его с книгой. В своей библиотеке я отобрал книги, которые заставляли и заставляют двигаться вперёд лично меня. Часть из них я прочитал в детстве, часть совсем недавно. Библиотека «Живой организм». Буду рад получить ваши отзывы ВКонтакте и благодарен за популяризацию проекта на разных площадках. По словам ученика 11-го А-класса Дмитрия Курсевича, сегодня читающие и ценящие книгу школьники всё же есть. Например, сам он с удовольствием читает классику Достоевского, Шолохова, Булгакова, Диккенса и Хомингуэя. На выставке заинтересовался произведениями местных авторов и популярной литературой. «Слышал о книге «Сказка каменного города». Её только перелистывал, но тоже времени не хватало прочитать. Не слышал, конечно, книги Стива Джобса, но после того, как её нам представили на этой презентации, то, конечно, желание есть прочитать эту книгу». Книги местных авторов можно найти во второй части губернаторской библиотеки. Это исследовательский труд об участии олено-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне «Оленная армия», повесть о необычных приключениях норенмарских школьников «Сказка каменного города». Три красочных издания проиллюстрированы ненецкой художницей Надеждой Вауческой. Уже сегодня все книги можно найти в каждой библиотеке и школе округа. «Мы уже разослали некоторые книги по сельским школам, передали книги в наши городские школы, будут переданы все книги в сельские поселковые и сельские библиотеки. И в нашей библиотеке будут в каждом отделе эти книги, которые можно будет получить на дом и читать». Просветительский проект планируется продолжить. Библиотека будет пополняться новыми изданиями. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».